Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу с вами просто поболтать. Вы знаете, как напоминается разговор на кухне или где-нибудь в потайной комнате, зажженной свечкой, делиться со своими секретами или тайнами, которые накопились за неделю, за месяц, за года, за века, за столетия. Да, хочу с вами просто поболтать. Просто поболтать. Но первое, что я хочу сказать, одну вещь. Я хочу поблагодарить несколько человек, которые находятся в ВКонтакте. Есть такая группа там ВКонтакте. Они меня полностью поддерживают. Просто the best. Действительно the best. Они рисуют мне картинки, посылают мне фотографии, чтобы я взбодрилась, подняла свой нос, и чтобы не унывала, и чтобы улыбка на моих устах не пропадала никогда. Судя по заставке, которую я поставила на видео, вы, скорее всего, догадались, о каких фотографиях я говорю. Вот. И хочу назвать имена этих людей. Это Елена Курдякова, Лилия Макарова, Дмитрий Маркин, Надежда Грехова. Если я неправильно произнесла фамилии, прошу прощения. Я думаю, что вы меня простите. Так вот, эти замечательные люди просто... Вы знаете, действительно, есть родные, близкие, они поддерживают всё. Но есть люди, которые действительно со стороны понимают всю суть, проблемы, какие-то мелочи. Они как-то тоже вникают и помогают. И знаете, это очень сильно поддерживает и стимулирует продолжать дальше снимать. Вот действительно, хоть осень на дворе, да, холодно как-то, неуютно, но найдётся какой-то замечательный человек, который пришлёт тебе фотографию, и ты взбодришься по полной программе, и у тебя уже будут взлётные полоса, и ты уже в космической ауре, уже энергический такой поток идёт. Так что я хочу вам сказать, ребята, большое вам спасибо за то, что вы меня поддерживаете. Это очень сильно стимулирует дальше двигаться, дальше что-то придумывать. и, естественно, показывать. Дальше идёт у меня, я просто расписала по частям это видео, чтобы не сделать, честно говоря, чтобы не сделать его слишком длинным, потому что длинное видео как-то наполовину смотрят. До сути доходит, что хотели узнать, а дальше... Всё, конец, доставка, ой, прощание, всё, там типа, и всё, больше ничего не хотят смотреть. А вы знаете, в принципе, что в середине бывают и моменты, которые вас интересуют, и, возможно, вас это впечатлит, и вы запишите с помощью блокнотика какую-то некую информацию о том, то, что вы хотели узнать. Потому что иногда человек на ваш вопрос-ответ сказать, и вы это всё промотаете и не услышите. Так вот, по поводу того, что я хотела вам сказать. Мне... Я сразу могу сказать то, что... Когда я смотрю видео, я такой же подписчик, как и все. Не только блогер, который снимает и показывает, монтирует видео, но я также и подписчик, да. Я тоже смотрю многих блогеров, а также я комментирую их. Если я, вот, понимаете, вот физически, ну, бывает, да, вот, бывает, что я не смогу посмотреть, я обязательно поставлю лайк. Сейчас покажу. Пардоните, что уходило. Хотела показать. Вот такой лайк я обязательно поставлю. Почему? За то, что человек сделал видео. Вы знаете, это не просто так, типа, снял на видео и забросила его на канал без редактирования полностью. И... Нет. Блогер сидит и монтирует видео. Это очень долгий процесс. Очень долгий. Потому что, во-первых, нужно подобрать музыку, плюс убрать несколько кадров, которые, ну, ну, не получились. Допустим, там, вот, браслет упал с руки, шум дополнительно какой-то создал, мобильный телефон зазвонил. Тоже свои элементы есть. Вот. Или также я делаю Google+. Да, если мне видео понравилось, я могу сказать то, что хочу показать его другим людям в Google+. Естественно, я его нажимаю в Google+. и видео смотрят уже другие. И этим, кстати, вот, кстати, вот этим я знакомлю блогера другого, даже начинающего блогера с другими людьми. То есть они смотрят и приходят на его канал. Это плюс дополнительные подписчики. Так что я, наверное, доброе дело делаю, добровольное. Но зато... Какое добровольное? Благотворительное дело. Так что я... Ну, и также я лайкаю. Вот. Лайкаю! Ставлю Google+. И также отправляю на Facebook. Вот. Ну, я вот, честно, не знаю, как другие поступают блогеры. Ну, я вот такая, наверное, вот индивидуальность какая-то, эксклюзивность. Ну, я так поступаю. Независимо, начинающий блогер, или топ-блогер, или просто вот... Хороший человек. Пардонте. А, привет, как ты? Вот. Извините, мне просто... На часы приходят сообщения о том, что мне пришло сообщение, то есть комментарий под видео. Я должна заглянуть и посмотреть. Вот это удобная вещь. Я смотрю на Инстаграм, я смотрю на комментарии, плюс очень удобно. Так, дальше. Сказал по поводу того, что... Ну, это называется перепост, да? Это называется перепост. То есть, в принципе, я делаю доброе дело, плюс породвигаю начинающих блогеров, плюс, чтобы они их, других посмотрели. Дальше идёт момент один. Что я заметила? Я, может быть, я не буду никому в обиду это говорить, может быть, кто-то прислушается, что-то изменит. Вот, но все мы учимся, да? Только не потухай. Только не потухай. Ты должна продвигаться. Продвигаться должна, не потухай. Так вот, мы должны, как бы говоря, с каждым видео учиться и плюс, чтобы народ посмотрел и сказал, ты знаешь, у тебя уже очень хорошо получается, у тебя уже по-другому видео можно смотреть. Так вот, о чём я хочу сказать. Многие блогеры, которые уже давно на Ютубе, да, они делают видео очень, как бы, красиво, да, то есть, допустим, заставку, свет правильно ставить, макияж, там, допустим, наряд, вот, и, естественно, хочется преподать всё это красиво, да. Вы знаете, что я заметила? Вот подумайте, что я заметила? Во-первых, в принципе, первое, я заметила, то, что под такими видео почему-то вот это стоит. Вот почему? Вот почему за то, что человек сидел очень долгое время, да, создавал, ему ставят это. Второе. Человек, который вот сделал, вы знаете, просто такое видео, которое, действительно, я бы оценила бы его, как бы, да, ты работал, ты снимал, но поймите одну вещь, то, что всё-таки хочется посмотреть видео в более прекрасном результате, а не то в затемнённом каком-то варианте, на пол лица свет, и плюс разговор ни о чём, заплетающий язык, плюс хождение по комнате, плюс постоянно отвлекающий манёвр и якобы что-то делать, на самом деле ничего не делать, просто постоянно что-то говорить, 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 а в результате ничего нету, 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 нету. Вот, и плюс, естественно, хочется посмотреть что-то интересное, но вот наподобие вот такого. Я вчера была в магазине, посмотрите, я купила такой, о, вы знаете, девчонки, я так устала, я так устала, но я приобрела очень замечательную палетку, посмотрите, красивая палетка, да, ой-ой-ой, а вы знаете, я вчера мыла моющим средством, все туалеты помыла, но я этого не делала, я просто вам сказала об этом, да, и вы знаете, сразу, тррр, какая-то чистюля, какая-то замечательная, ну, а вы видели, что на туалеты мыла, вы видели, что она вот имидант, да, знаете, я сейчас мою посуду, руки у меня сейчас намазаны кремом, перчатки я не одеваю, вы знаете, что на самом деле он делает, там, кладет, допустим, что-нибудь, мыть на мультюнере, как боу-у-у-у, вот, так что я думаю, что вот такие видео смотреть уже не хочется, они, вот, вы знаете, они становятся однообразными, одно и то же, в каждом видео, просто вот, нету какого-то пошагового действия, все на одном месте, и интерес пропадает, и вы знаете, вы знаете, да, на этом виде почему-то все, как мухи слетаются на мед, а вот человек показывает что-то интересное, действительно стоящее, плюс у него просмотров ноль практически, а у этого короче, который постоянно трепется, больше просмотров, что людей привлекает, можете сказать, а мне, да, я, возможно, немножко буду в этот момент, ну, не такая, как, ну, критично может быть, не критично, но с другой стороны, я по сути, да, что привлекает людей, вот, в этих видео, которые однообразные, я, честно, мне не интересны такие видео, вот, я честно осознаюсь, которые однообразны, в каждом видео, одно и то же, бесполезная какая-то болтовня, и плюс, показ какого-то продукта, ну, неинтересно, вот, я, не заинтересована в таких видео, я люблю, когда действительно видна работа человека, видна то, что он действительно делал, старается, это видно, а вот в таких не видно никакая работа, там уже такое впечатление, что уже больше хочет другого что-то, не знаю, ну, может быть, я что-то неправильно понимаю, но суть такая, то, что неинтересны такие видео, смотрит, оценка видео, такая, нейтральная, так, извините, это комментарий пришел к видео, так, надо потом ответить, да, по поводу комментарий, да, по поводу комментарий, я отвечаю на все комментарии, я не вижу ничего, вы знаете, да, я вот честно могу сказать, я такой же занятой человек, как и все, у меня семья, у меня быт, у меня дети, у меня уроки, и школа, и у меня тоже есть проблемы, и я тоже так уже занятой, но, вы знаете, я не могу как-то не ответить человеку, у меня Вадим постоянно говорит одну вещь, когда он присылает мне сообщение, он говорит мне окей, я не могу ответить, я обязательно тоже отвечаю окей, то есть, в принципе, я могла не отвечать, но я обязательно отвечу на это сообщение еще раз, скажу спасибо, или хорошо, вот, согласно, у кого, допустим, больше подписчиков, времени мало, но, поймите, подписчики тоже люди, они тоже, как бы говоря, заходят к вам, они нашли время, посмотрели, написали вам комментарий, вот, но элементарно можно поставить улыбку, элементарно можно поставить просто лайк, вы знаете, есть такая кнопочка, называется лайк под комментарием, все, если человек видит то, что вы посмотрели его комментарий и лайкнули, не надо писать сообщение, можно не писать сообщение, можно лайкнуть, и человек увидит, что вы его прочитали, не проигнорировали, вот, я вот такой человек, то, что я отвечаю на комментарии, я, возможно, какая-то чудачка в этом, сумасшедшая, я не знаю, ну как это реагировать на это, да, я нахожу маленькое окошко, и отвечаю на комментарии, вот, хоть их там пол, будут тысячи, все равно я отвечу, я найду, ну, разделю на два, там, дня, вот, все равно я отвечу, да, я за ним, так что, чудачка я, наверное, самая чудачка, потому что другие не отвечают на комментарии, а я вот отвечаю на комментарии, даже на бессмысленно отвечаю на комментарии, вот, я думаю, если я не буду отвечать на комментарии, рассуждать, как Шеспир, быть или не быть, я сама отвечу на комментарии, все равно отвечу на комментарии, я такой человек, что я не могу ответить на комментарии, не могу, ладно, так, ну, по поводу этого я сказал, и еще по поводу, чего-то интересно вам сказать погода хорошая погода солнечная, морозная кстати от холода пропадает целлюлит девушкам на заметку так что пропадает целлюлит плюс машинки исчезают и более комфортно себя чувствуете при морозе, кстати вот руки от этого конечно страдают, поэтому лучше приобрести хороший крем чтобы осуществиться вот, это простая болталлология просто, я думаю то что вы этот трёп даже слушать не будете вы просто промотаете и забудете этот трёп и плюс могу еще сказать то что это видео не столько станет популярным а просмотр будет мизер ну я позитивный человек так что я думаю то что ладно, не будем унывать не будем мы в этом плане впадать в меланхолию мы будем продолжать и творить и показывать вам так что всем спасибо всем-всем-всем-всем-всем-всем-всем за просмотр спасибо вам за комментарии и кстати, кстати заметила еще одну вещь человек подписывается я пишу обязательно пишу каждому подписчику который подписится на мой канал спасибо за подписку он видит что я написала спасибо за подписку что он дальше делает он отписывается отписывается а потом скажет ну я же ты же написала что я подписан на тебя все значит спасибо за подписку есть значит все вот так и кстати канал мой разнообразный там много тематики у меня уже скоро будет около тысячи видео я не знаю почему люди не находят это по своей тематике тематик много очень много тематики почему-то люди когда приходят они почему-то смотрят канал ну ладно не буду спасибо за подписку всем спасибо за то что вы меня перепостили нажали google нажали facebook twitter всем спасибо также спасибо вам за комментарий я обязательно на него отвечу всем рада и конечно же рада нового знакомства всем пока пока пока